Други подруги, всем привет, с вами Грувчанский, поля сражений, играем-побеждаем. Сегодня у нас речь пойдет о текущей мете, почему данную мету я считаю хайрольной, что нужно делать в условиях данной меты, за кого играть и тому подобное. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте чай-кофе, если вам не сложно, то обязательно подписывайтесь на канал и ставьте пальцы вверх, очень сильно помогает в развитии. Значит, естественно, сегодня будем брать самого хайрольного из всех героев, которые предлагают, потому что Сирокрон собака стабильный, но стабильный сейчас герой не занимает выше 5-4 места. Только если вам за стабильного героя не захайролят со стороны Боба, да, тогда можно и первое занять. Сейчас в среднем проходят как дела. Во-первых, матчи можно разделить на два типа. Первый тип это в партии есть Диабло. Получается, сейчас, секунду я похожу. Ну, прикольно, конечно, дешевить, но я не могу в левел выйти. Так, запомнили, что я рассказывал. Значит, на два типа. Первый тип это в партии есть Диабло. Когда есть Диабло, может произойти все, что угодно. Диабло может стать таким хайроллером, что всех начнет просто выселять из партии. Партия закончится очень-очень быстро. В игре будет 2-3 хайроллера, которые будут, в принципе, делить призовые места в игре. В этой мете есть одна ключевая особенность. На более высоких рангах, ребят, да, это касается более высоких рангов. Третье место считается победным нынче. Ну, это победа, собственно. Как происходит игра? Трое, трое, трое ребят из игры. Кстати, хорошая карта. Сейчас, запомните, что я говорил. Вот это дуплет. Это вобилку. Сейчас я подумаю, это можно будет выйти. Сейчас, 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 сейчас. Умный ход нужен нам. Нам нужен умный ход. Думный ход будет такой. Я, конечно, вот это могу зафрезить и выйти в левел. Да, давайте оставим. В общем, трое ребят хайроллят по-страшному. Всех вышибают. Дьявло им в этом помогает. Там Дьявло всех пробил по чуть-чуть, потом одного выбили. И потом они как 30 по щам. 34 по щам. И просто, и остается трое. Три хайроллера остается. Соответственно, мета сейчас такая, что нужно либо быть хайроллером, либо играть стабильно, но ты тогда выше пятого-четвертого места. Если тебя не захайроллят, можешь не рассчитывать просто даже. Что это означает? Это означает, что нужно либо быть везучим, либо становиться хайроллером. Хайроллером, к сожалению, могут стать не каждый герой. Ну, во всяком случае, из списка тех, которые идут без брони. Так, сейчас я похожу. О, отдайся ярости. Мне, кстати, больше нравится. Так мы можем Т3 юнит и забыть про пираты. Это мне больше нравится. Вот. Герои. Вот, например, тот же Нгуен. Это стабильный герой, который может также захайроллить. Он совмещает в себе две концепции игры. Ты можешь стать оберсильным. И тебе, в принципе, армор не нужен, потому что обилка у тебя хайрольная. Дьявло. Суперсильный герой. Ему армор не нужен. Он может как хайроллить. Обилка позволяет, да? Вот. Кривоклык. Хайролит. Кок-пирожок. Хайролит. Смотрите, все берут героев, которые как-то по своему образу хайролят. Здесь в игре есть три героя, которые не хайролят, которые играют через стабильность. Это Джордж Патши. Наздорму. И Волджин. Это три героя, которые не хайролят. И, соответственно, посмотрим. Скорее всего, вот эти ребята, если сейчас кому-то из нас удастся что-то, хотя бы какую-то сборку захайролить, эти ребята в первую очередь вылетят отсюда. Потому что они будут играть очень пассивно. Они будут стараться во что-то выходить. Какие-то сборки очень медленно. И из-за этого, если там кому-то там, в особенности, если Диабло захайролит, им придется очень-очень несладко. Так, сейчас, во-первых, все играют против Диабло. Смотрите, мне очень повезло. Мне очень повезло. Против Диабло мы поймали один из лучших... Один из лучших карт под два меха. Это прям вообще какое-то чудо. Чудеса на гудзоне. Так, давайте вот так. Диабло на этой стадии оверсильный. Ничего с этим, к сожалению, поделать нельзя. Только лишь убрать Диабло. Это я рассказал, кстати, когда у нас есть Диабло в игре. Существует еще и такая игра, когда Диабло нет в игре. Я не понимаю, по какому принципу выбирается отсутствие Диабло. Потому что сейчас, на самом деле, вижу Диабло, беру Диабло. У меня есть видосик на канале про хайрольного Диабло. Обязательно гляньте, и тогда поймете, почему Диабло надо брать вообще фактически всегда. Единственный варик, наверное, когда Диабло не берут. Например, выпал тебе на выбор Диабло Ингуен. И ты решил, ну не хочу за Диабло, возьму Ингуена. Хотя, очевидно, предположить, что Диабло в мету хайрола очень сильно всем помогает. Точнее, ускоряет партию. Очень сильно ускоряет партию. Например, 9-10 ход, если у тебя нету суперсильной сборки, скорее всего, ты уже вылетаешь. В общем. Поэтому сейчас ребята стараются собирать большое количество триплетов в шестую таверну, в пятую таверну два триплета. И в этом помогают некоторые герои. Например, Дрежеглот может спамить вам большое количество триплетов, и вы сразу два-три триплета сделаете в шестую таверну. И, соответственно, это будет ваш хайролл, и вы на нем будете выигрывать. Мне еще повезло против Диабло. Вот. Например, котик. Да, возможно, вылез котик. Но у котика такой, знаете, есть умеренный рисковый герой. А есть очень рисковый герой. Ух ты, опять заточение. Уничтожать. Сейчас, ребят, подумаю. Ну, уничтожение брать нельзя. Опять купить, продать. Абилку сюда сыграть, выйти в левел. Звучит неплохо, кстати, учитывая то, что мы тебя получили. Джордж тоже вышел в левел. Абилка сюда выглядит ничего, учитывая, что здесь можно выйти в пиратов или в мехов. Через шестую таверну это хоть как-то котируется. Это я не буду фризить. Ищем триплет. Так вот, котик, скорее всего, относится к таким рисковым хайрольным героям. Соответственно, если на вас хайрольщики не будут нападать, а будут нападать на других, они будут вылетать, вы, скорее всего, сами станете хайрольщиком. Потому что золотые карты заберете, поставите, соберете триплетов и так далее. Есть умеренные хайрольные герои. Такие как Нгуен, такие как Капитан Кривоклык, Кок. Это просто стабильные... Ну, Рено Джексон. Я бы его, на самом деле, кстати, более рандомного сказал. Потому что если у вас триплет не получится, будет, конечно, беда для него. Но с триплетами сейчас, если честно, особо проблем нет. Есть проблемы в финальной игре с тем, во что вы будете выходить, в какие сборки. Соответственно, вот, есть три человека, которые три чувака хайролят. И, соответственно, почему теперь третье место считается также победой? Потому что, ну, захайролил ты, скажем, зверей. А против тебя попались какие-нибудь, ну, не знаю, кто их хорошо выигрывает. Элемы с ветродуйчиками. А другой чувак захайролил элемов. И просто тебя выносит. Хотя вы оба захайролили. Но твоя сборка оказалась тупо слабее. Так, сейчас я против кого играл. Там есть два пирата. Я просто смотрю, что можно взять. Взлом таверны. Одно ваше существо каждого уровня таверны. Получает 1-1. Ну, давай, у него я воровать не буду. Я возьму тебя. Он осмотрит сколько токенов. Тут главный вопрос, что мы будем качать. Когда это все кончится. Что мы будем качать? Дуплет я возьму. Реролл. Обилка. Триплет нашли. Фризим. Значит, что мы будем качать? Это триплет. Смотрите, дальше... Дальше у меня начинается очень интересная игра. Дальше игра начинается в том, что я буду хайролить. Один из самых интересных этапов сейчас игры. Но это я на самом деле к чему рассказывал. Потому что если мы займем в этой партии топ-3. Это не означает, что я херово играю. Это означает, что метод такая. Просто моя сборка окажется... Даже если за хайролю. Окажется слабее другой хайрольной сборки. Вот и все. Ну, либо рандом там вмешается. Не знаю. Можно, в принципе, вот этих ребят качать. Они... А, стоп. Я, наверное, буду качать одного меха. Демона без тапельта. Я не буду играть. Вот это... Диабло он выиграл, кстати. Диабло выиграл. Просто, возможно, он против меня сыграет вот этот... Ну, какой-нибудь секрет. Неприятный. Нет, не сыграл. Но, опять же, есть шанс, что он просто убьет вот эту штуку. Тоже маленький неприятный шанс есть. Вот. И... Следующая стадия будет заключаться в том, чтобы понять, насколько мы здесь будем хайрольничать. Как нам победить всех здесь разом. И занять первое место. Это уже дальше зависит от того, что мы поймаем с наших обилок. Что мы поймаем стриплетов. И тому подобной гадости. Когда вы вербуете зверя, он получает... Вы убираете существо. Это хорошая карта. Выход в левел. О-о-о. Я бы вот это убрал. Что можно, что шпана случайно в триплет собрать. И тогда сыграем обилку, да? Мне шпана мы в триплет не собрали. А жаль. Так, соответственно. Это я фрижа, потому что это мы ведем в шестую. Мне сейчас надо поставить тебя. Чтобы удешевить таверну. И я буду, наверное, печать преисподней играть сейчас. Я, наверное, возьму котов. Почему беру котов? Потому что может выпасть Голдрин. И сейчас самая интересная стадия игры. Когда я еще не знаю, во что я буду выходить. Все будет зависеть от моего триплета. Я ко всему готовлюсь. Соответственно, поймаю Голдрин. Буду пытаться дальше хайролить в зверей. Поймаю здесь Адмирал Элизу. Буду пытаться усиливаться через пиратов и через пиратскую экзодию. Поймаю... Скорее всего, Сквернотопырь нас не устроит. Здесь у нас совсем нету демонов. Поймаю гибельного змея или мамаши. Постараюсь, не знаю, зарашить шестую таверну. Если будет обилка позволять, хп позволять и тому подобное. Но секрет был сыгран не просто так. Не забываем, что на восьмой ход мы играем против Дьявола еще раз. Готовьтесь к этому. Неплохой удар. Баф есть. Потихонечку качаем. Вот это у нас стриплет зайдет. Поэтому я не особо так-то боялся. Снова баф сюда. Красиво получается. Шесть. Отличный удар. Но у него там, помним, демоны, да? Один демон. Демон. Надеюсь, что справимся. Три урона. Но, блин, не с каждым. Ой-ой-ой-ой. Самый неприятный демон для нас выпал. Ну что, сейчас, если мы ловим обилку Рено и собираем триплет. Ну, это будет наш хайрольный выход. Наш хайрольный выход. Что за обилка? Да. Не очень обилка. Ну ладно, я возьму тебя. Мы делаем так. Собираем триплет. Да, играем против Дьявола. Сделать я все равно ничего не могу особо здесь. Смотрим омега-крушитель. Это выход в мехов. Берем омега-крушителя. Продаем. И, ну, в идеале закрываться в мехов. Но для закрытия в мехов нам много чего не хватает. Там демоны. Тебя я точно ставлю. Еще есть хорошая... Вот эта карта хорошая. Нам обязательно нужен ривендер. Нам обязательно нужны баблы. Поэтому я сейчас вот это вот не выкидываю. Это еще один ход играет. До тех пор, пока я не найду ривендера под омега-крушителя. Там баблтаун сюда. Я подержу шалопайки. Во-первых, они раскачивают моих механизмов. Да. Умирают для флориста. Очень сильно качают мехов. Во-вторых, они могут собрать второй триплет. И там уже будет более видно, во что мы будем выходить. Потому что, если сейчас мне не зайдет ривендер. И... или... там... Ну, какая-нибудь другая карта. Или, например, мне придет адмирал Элиза и ривендер. И я пойму, что через шишпанов мне более выгодно выйти в пиратскую экзодию. То я, скорее всего, выйду в пиратскую экзодию. Ну, конечно, шалопайки в этом случае лучше по отдельности. Поэтому я сейчас не меняю мелкобота. Не ставлю на стол. Потому что считаю, что, в принципе, я ему и так проиграю. Но вопрос, сколько? Это, конечно, вопрос открытый. Сколько мы ему проиграем? Я надеюсь, как можно меньше. Ну, будем смотреть. Наша задача пока что покачать. Подсейвить хп. Найти нужную обилку. И ауты. Обязательно ауты. А если мы аут не найдем, это в большинстве случаев луз. Всегда ищите аут. Ищика вскрылась. Давай сюда ударим. Хорош. Блин, баф. И сколько я получаю? Ну, кстати, не так много. Это не очень много урона. Обычно Диабло по 15 душит. Так что у нас есть шанс. У нас есть шанс еще получить пыльцу. Смотри, Джордж вылетел. Джордж вылетел. Это значит, что по миллион-миллион мы сейчас будем получать. Смотри, есть прокрутка. Прокрутка. Тебя крутить не хочу. Первое обновление нужно ли? У нас есть партии Мурлоки. Мурлоков нету. Но вот это явно лучше. Смотрим, во что мы выходим. В пиратов уже мы отсюда не пойдем. Можно закрутить Анигиляра, но он нам в мехах не нужен. В демонах тоже. Можно триплет закрутить, но это тоже не особо круто. Под Кадгаром? Под Кадгаром, кстати, надо зверей играть. Что-то вообще карт не вижу. Аргуса возьмем. Хорошая карта. Ну все, минус шашпаны здесь однозначно. Все, хватит нам тут. Ушпанится. Ушпанится. Я могу вот так сделать. То есть я, получается, обилкой не играю. Ну и хрен с ним. Не особо важно. Есть триплет. Ой, не знаю, против мехов стоит ли мне играть вот эту штуку. Наверное, не особо важно. Против мехов. Да, видите, он не... Я же сказал, смотри, Джордж Патши вылетел. Волджин вылетает. Потому что они играют на стабильность. А сейчас не играют люди на стабильность. Сейчас люди играют на хайролл. Но я, кстати, еще Наздорбу пророчил. Но это тот самый случай, когда стабильный герой просто нашел какой-то аут. Ну вот и все. Нашел карты неплохие. Грубо сказать, захайролил мальца. Но с двумя я четко угадал. Просто взяли стабильных героев. Ничего не нашли. Вылетели. Потому что очень много хайроллщиков в партии. Дьявло очень силен. Я считаю, что Кривоклык слабая. Кстати, очень слабая Кривоклык. О, смотри, как Наздорбу просто опустился за раз. То есть моя задача его как-то быстренько чпокнуть. Этим мы и займемся. Я сразу Бродячих Котов выкину. Потому что это лишние бабки. Это лишняя прокрутка. Здесь мы находим Адмирала Лизу. Здесь есть, конечно, Шпан. Но Адмирала Лиза вообще совершенно нас сейчас не интересует. Но все остальное нас тоже не интересует. Поэтому это лучше карта. Кстати, надо... А, здесь другая карта. Не знаю, я бы в это не пошел. То есть это уже слабо. Мы не соберемся. Банально не соберемся. Вот это плюс вот это. Очень хорошо. Очень хорошо. Давайте решаться. Это я беру. Котика продаю. Окей. Это, конечно, можно вперед. Чтобы резать бабл. А, нет. Мне нравится, наверное, после этого. Я думаю, здесь продажа тебя уже. Идет смелая. 3-1 куда закидываем. Сюда или сюда. Давай сюда. Рерол. Рерол. Абилка. Адмирала Лиза. Адмирала Лиза чисто на стол. Ну, чисто будет. Я еще вот это сыграю, наверное. Чтобы выселить чувака. У нее там 3 триплета. Слишком дохрена. Слишком дохрена триплетов. Поэтому я сыграю абилку. Чтобы его выселить. 100-100-100. Вот и нас Дорма за два раунда вылетел. О чем я и говорил. Играл более стабильно. Менее хайрольно. Пытался какие-то сборки, смотрите. Через зверинец. Это сейчас ничего не работает. И он просто вылетает. И просто это стабильный топ-5. Это чем я маялся почти полмесяца. Я не мог понять этой простой истины. Если ты не хайролишь, ты вылетаешь. Ну, играешь на стабильных героев. Ты вылетаешь на топ-5. Топ-5, топ-4. В лучшем случае. Вот. Если ты берешь более хайрольного героя. Ты занимаешь топ-3, топ-1. При сборке. Если найдете хорошую сборку. Топ-3. Лучшую сборку. То топ-1. Среднюю сборку. Ну, топ-3 займете. Ну, смотрите. Теперь наша задача. Чего у нас Демоны? Смешанные существа. Надо понять, как их победить. Понять, как их победить. Честный обмен, наверное, возьму. Здесь, конечно, можно крутануть в попытке вот эту карту поймать. Там Демоны, а Демоны против нас очень сильны. Нас все еще интересует Ривендер. Эта штука ни против одного, ни против другого не играет хорошо. Я, конечно, могу закрутить железнозубового прыгуна. Ну, мне очень Ривендера хотелось бы. Я здесь закручусь в этом роли. Потому что я могу вот это сыграть, продать еще Ржавого взять. И сыграть суда. Это суда от размашистых, да? У меня не суперсильная сборка, но эта сборка мне позволила войти в топ-3. А топ-3, это, понимаете, огромная пропасть между топ-5, топ-4 и топ-3. Это просто вот ты стоишь на месте, топ-5, топ-4, да? Ты там получаешь плюс 10, минус 10, плюс... И, короче, на месте стоишь целый день, можешь играть, долбаться в своем топ-5, топ-4 и никуда дальше не двигаться. А топ-3, это ты уже продвигаешься выше. Да, у тебя появляются риски. У тебя появляются риски на топ-7 при незаходе. Но бери умеренных героев, умеренно рисковых героев. Нгуен, умеренно рисковый герой, да? Сейчас, блин, тут можно целый список привести. Кого бы я все-таки советовал брать? Мне очень приятно ударить. Бабл я получил, а второй не потерял. Это хорошо. И он от джонглера избавился, что для меня лучше. Блин, мне нужен список героев. Ну, например, это как Юдора. Во, Юдора, отличный пример. Отличный пример, умеренный риск и возможность захайролить. Юдора, ребят. Ну, Юдора сейчас просто... Ну, я на последнем стриме, кто видел, тот поймет, да? Топ-3 занимается за Юдору только так. Как бы только в путь. Так, что у нас тут получается? 29-29. Сможем ли мы хотя бы в ничью? Ничья, да, у нас с ним? Ну, немножко не повезло. Ну, у меня еще сборка не собранная, да? Плюс обилка нормальная не пришла еще. Убирайте одно существо. Т3 в Т2 убрать. Слушай, ну для меня он вялый. Я бы в левел пошел. Для меня он вялый. Я бы, знаете, что сделал? Я бы нашел Т6 и сломал бы Т6, Т5 на поисках Ривендера. Вот это самый топовый ход. Эта штука мне не... Ну, эту штуку тоже можно взять. Эта штука тоже хорошо. Это более сейвовый плей. Против него. Там 72-76. Куда-нибудь в конец поставим. Вот сюда вместо тебя. Пока все сдохнут. Да? Ага. Блин, ну тогда ничего не ломаем. Тогда ломаем тебя на поисках котика. Да, чтобы забафать на атаку всех. Ладно. Тут мне пришло. Ну и что? А будем вот это продавать? Ну да, посмотрим, был ли там Т6, во всяком случае. Нет, Т6 здесь все равно не было. Так что я сделал правильный выбор. Я сделал правильный выбор абсолютно. Только вот сейчас надо подумать. Может быть даже вот так. Может быть даже вот так. Может быть, кстати, Дьявол подумает вернуть сейчас жонглера. Да, вернул жонглера. У меня шансы, смотрите, как уменьшились. В разы просто. Просто в разы уменьшились шансы. Убил сразу спору. У меня тут все засралось. Ну главное в 16% не попасть. Ну в предыдущий раунд он в 16% не попал. Ну будет обидно, если я попаду. Ну если попаду, а что я сделаю? Ну... Проиграли, че. Что тут? Ну что сказать, ну что сказать? Жонглер с перерождением. Хороший удар, скорее всего, не вылетел. Я точно не вылетел. Повезло, конечно, с разменами. Просто добавление одного жонглера, как сильно улучшает ситуацию против Меха. Он, кстати, тоже проиграл. Тоже слабее Дьявола. Но Дьявол супер хайруль. О, мне так повезло, что мне вылетевшего дали. Он должен быть ультраслабым. Так, Т6. Я думаю, что надо Т4 в Т5 в поисках Ривендера. Бранд Адаптазавр. Ну я Бранд не буду брать. Бранд это слабо. Мне нужно дозакрывать Мехов. Есть Ара, но у меня очень много хрипов. Он не будет триггерить вот эту штуку 100%. Поэтому Ара здесь. Только если вместо тебя и тебя брать Ару, брать тебя. Без Ривендера это очень слабо. Этого мне не хватит, скорее всего. У меня есть два хода в это переобуться. Ну блин, эта штука хороша. Здесь нету. Мне надо двоих менять. Ладно, я тебя возьму, но как бы под вопросом. Под вопросом. Поменять тебя на тебя. И уже будет минус один. Поможем тебя поменять, да? Потому что Яг против Жонглера не сыграет. Он не сыграет никогда в жизни. Вроде вылетевший. Я не буду копыта играть. Сейчас Дьявло выбивает Кривоклык. Но там 12 внес. По мне 10. Я должен быть сильнее Кривоклык. Здесь соточка. Он 300 лет не играл. Я думаю, что здесь у нас не собралась сборка. Здесь уверенный топ-2. И это очень хороший результат, я считаю. Выше в сборке на мехах без ключевых мехов. Это просто кайф. Ну, топ-2 это максимум. У Дьявло, правда, там сборка говнища говна. Но там 104-104 демон. Которого никак не убить. Если я возьму пыща. 7-5. Он ударится в 6-6. Ну, смотрите, если я возьму пыща. О, не убил. Да ты чё? Как же так? Жопа чё? Тебя возьмём. Свинообраз. Ну, продолжается веселье, я вам скажу. Ой. Отказ от тебя. Ну, Ривендера нет. У меня сборки нет. Банально, потому что нет Ривендера. Нету сборки. Я проигрываю. Я проигрываю без сборки. Я не буду здесь ару ставить. Я точно здесь буду копыта играть. Но. Очень велика вероятность, что я занял топ-3. Я надеялся, что кривоклык вылетит. А она вон как взяла и отбилась. Неплохо. Ой. Ну чё, значит топ-3. Моё стандартное топ-3. Я захоролил это с этой сборкой. Я смог справиться войти в топ-3. Дальше мне, ну, чуть-чуть не повезло. Но всё. Как бы нормально. Ну, как бы, чё я здесь делаю? Я собираю ару в триплет. Если я сейчас, ну, как бы, я продаю тебя. Ставлю ривендера на вот этот слот. Ставлю ару и пытаюсь как-то статами против демона выролить. Иначе другого шанса у меня нет. Но для этого нужно сейчас отбиться. Велика вероятность, что я вылечу. Велика. 65%. Хороший удар. Ещё один хороший удар. Средняя паршивость, ну, пойдёт. Очень плохой удар. Очень плохой удар. Очень плохой удар. Ну, тут GG. Тут миллиард плохих ударов. Ну, всё. Ну, в принципе, я думаю, тут уже всё понятно, да? Шансы всё же были. Небольшие, да. Маленькие шансы были, но... Рандом тоже имеет место быть здесь. Надеюсь, ребят, видео было для вас полезным. Если это так, то подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте пальцы вверх. Дальше будет больше, много новых интересных видео. Хороших. Поэтому присоединяйтесь. Надеюсь, вам стало чуточку полезно. В ближайших роликах я расскажу поподробнее, как и за кого хайролить. Поэтому следите за выходом новых видео. А на сегодня всё. С вами был Грув. Всем до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok